МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некрасов до войны был фотографом. Вообще-то я студентом был, а когда выгнали, я два года работал фотографом. Это просто хорошо, это просто замечательно. Сейчас мы тебя предадим твоему родному делу. Да, 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 как вчера и обещали. Сегодня час пик для кинооператора Некрасова, для Мюнхгаузена, для Дракона, для Волшебника, даже для Ляпкина-Тяпкина в последнее время. Популярнейший, известнейший, талантливейший Олег Иванович Янковский. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Янковский, 52 года, народный артист СССР. Родился, как и подобает настоящему мужчине, 23 февраля в Джасказгане. Аттестат получил в Минске. Сыграв роль Эдзика, в барабанщице заболел театром. В 65-м окончил Саратовское театральное училище, 5 лет работал в местном театре. 73-го в Ленкоме. Сыграл в спектаклях «Парень из нашего города», «Школа для иммигрантов», «Гамлет», «Чайка». Одновременно работал в кино, снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Щит и меч», тот самый Мюнхгаузен, «Полеты во сне и наяву», «Крейцерова соната». Недавно награжден орденом «Заслуги перед Отечеством». Президент международного кинофестиваля «Кинотавр». Любит футбол и машины. Женат. Вместе с женой актрисы Людмилой Зориной уже 32 года. Сыну Филиппу 27. Скромности Янковскому не занимать. Считает, что в нем больше положительного. И искоренять ему в себе нечего и незачем. А говорят, идеального не бывает. Олег Иванович, вы идеальный мужчина? Ну так, в процентном отношении. Я взвесил все-таки положительные качества больше. Решил правильно. Отрицательно не говорить. Мы с вашей женой договорились. Она сегодня эфир смотреть не будет. Кассету вам вручим. Захотите? Покажете. Поэтому можно говорить откровенно. Хорошо. Вот настоящий, идеальный мужчина. Он что, действительно должен быть бабником, как Макаров из полетов во сне и наяву? Или Брагиным? Полуалкоголиком или почти алкоголиком? Таким вруном, романтиком, правда. Но все равно вруном Мюнхгаузеном. Нет, фантазером. Фантазером. Нет, все-таки на Мюнхгаузен. Вы в себе все это ощущаете хотя бы частично? Ну, по крайней мере, фантазии, да. Фантазии. А почему вот существует феномен Янковского? Ведь ничего рядом нет. Не с кем сравнить. Степень любви, особенно женской, мужской тоже, но особенно женской половины зрителей, она, в общем, трудно поддается измерению. Любят даже отрицательные образы, которые вы играете. Это какое-то странное воздействие. Вчера у нас была встреча в президент-отеле с президентом, и захотелось чашечку кофе выпить, пока ждали президента. И барменша говорит, вы с вами тяжело, вы что-то излучаете. Я очень красивый барменша, я говорю, естественно, излучаю, потому что не надо быть такой красивой, и мужчин не будет излучать. Но шуткой-шуткой, но в каждой шутке есть доля истины. Поэтому, конечно, играя роль, ты воздействуешь на зрительный зал, на зрительницу. Олег Иванович, такое впечатление, что он просто по жизни везет. Какой-то ангел-хранитель. Бог знает откуда мальчик, рожденный на периферии империи, попадает в Москву. Совершенно феноменальная карьера, всенародная любовь. Ну, даже вот такой случай. Вы же стали, насколько я знаю, последним в истории Союза народным артистом СССР. Да. Как это получилось? Мало того, я как раз был в Париже, полгода играл в театре, и пришел с репетиции, бутылочка виски стоит. И, значит, жена говорит, поздравляю тебя, я говорю, жена, тебе присвоили звание народного артиста СССР. И тут я возмутился, когда разваливается страна, но еще, так сказать, все-таки СССР существовало. Я говорю, как так, вроде бы неудобно, надо звонить, отказываться. А потом только понял, остановилась жена, кстати, и понял, в общем-то, то, что действительно Станиславский первый, а я последний. Она буквой «Я» и последний. Конечно, судьба уготовила какой-то феноменальный подарок, и это, конечно, я горжусь этим. А помните те времена... В книгу Гиннесса практически могла идти. Да, наверное. Если Гиннесса эта история заинтересует, там они больше по пиву и по спорту, по-моему. А помните времена, когда вас называли, ну, не иначе, как мужем Зориной? Да, было такое. Было такое? Да. Как вы тогда себя ощущали? Ну, наверное, для мужчин, для любого мужчины, а мы как-то начали передачу именно с этого, наверное, это момент самый неприятный. И, может быть, это явилось каким-то моментом движения внутри доказать. Вообще, женщина формирует мужчин, мне так кажется. Поэтому, если вдруг хочется доказать родному человеку, это, конечно, механизм мощный внутри тебя. То есть, мы как зрители должны поблагодарить вашу жену за феномен Янковского? Нет, если серьезно, во многом поблагодарить. Потому что, действительно, два актера в семье, каждый думает как-то, значит, чтобы судьба состоялась. И когда-то мудрость, мудрость от какой-то половины, когда понимает человек, что вот складывается судьба и не помешать, а помочь и повести, мне кажется, я во многом благодарен супруге, она сделала во многом меня. Олег Иванович, у вас более 80 ролей в кино. Не знаю, входят ли в эту цифру театральные роли, статистика. Каков ваш образ? Как вы себя ощущаете, вот, как человека и актера? Ведь все, что вы пережили на сцене, на съемочной площадке, вас потихонечку формировало, да? Вот есть некий имидж Янковского. Каков он? Ну, это я не могу сургулировать. Наверное, все-таки вам, вам нужно делать это. Я стою на позиции, и так формируется наш актер, чем разнообразнее ты, а в нас, скажем, 22 молодца, наверное, так и зверить, так сказать, то, наверное, вот это, сбудить этих молодцов, наверное, так сказать, этим актеры занимаются. Так что все заложено в тебе, но вот найти это и использовать, это, наверное, режиссура. И, наверное, так сказать, Марк Захаров работает со мной в театре, я ему благодарен за мной. Он сделал не меньше, чем ваша жена. Да, безусловно, конечно. Он доверял мне вещи, которые, казалось бы, синий конь на красной траве. Мы с вами сейчас в коридоре говорили, там, роль Ленина без грима, да? Это за мной был шлейф каких-то, там, красивых героев, там, щитей, мечей, белокурой и вот еще ряд ролей. И вдруг, так сказать, неожиданная работа, так сказать, в этом спектакле, потому что спектакль был действительно достойный. Олег Иванович, а какую роль из сыгранных вы считаете самой сложной, самой трудной? Сложной, по повесу, по, наверное, конечно, безусловно, крейцеру соната. Давайте сначала, вот такой рояльчик в кустах, да? Сначала посмотрим маленький отрывок. Давайте, да. Олег Иванович, как-то вы замечательно сказали, что необходимейшим атрибутом актерской профессии является умение принадлежать. Работая над этой ролью, снимаясь, кому вы принадлежали? Ну, наверное, 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 швейцеру, безусловно. И интуиции, и своей нервной организации. Вы где-то говорили, что в работе над этой ролью вам очень серьезно помогла жена. Снимали одним блоком, это месяц был, страшный месяц, потому что нужно было снимать в поезде крупные планы, ставится камера, ты отговариваешь текст, значит, лист текста, толстовского текста. И швейцар следил, чтобы, упаси бог, все обороты правильные были. И нужно 2-3 монолога, значит, а утром, значит, следующая съемка и за ночь нужно было вместе, и только благодаря супруге мог осилить, значит, где-то мы после съемки с 8 вечера, где-то там до 3-4 учили дальше текст. Так что, действительно, помню, большая была. Но вот сама роль, и вообще то, что написал Толстой, у нас работает Лена Половцева, она так сформулировала, Толстой как бы исследовал вирус дисгармоничности, который существует в обществе и заражает, бродит от одного человека к другому, разрушая его. Он сымитировал работу, действие этого вируса дисгармоничности на одной семье, да? Я думаю, что на личном опыте, прежде всего. Наверное. Я думаю, что взаимоотношения своей супруги, они достаточно непростые. А на ваших взаимоотношениях вот работа над ролью как-то сыграла? Да, наверное, конечно. Это ведь всегда личный опыт ты переносишь. И у нас, так сказать, другие отношения, слава тебе, Господи, с супругой. Но, в общем-то, это все, наверное, опыт жизни, копилка, которую ты берешь. Олег Иванович, глядя на вас, ну, трудно сказать, что вы в какой-то степени негармоничная личность. Так все хорошо у вас и вокруг вас. Как вам удается найти эту гармонию? Нет, не все так гладко. Я достаточно прошел все. И от нищеты, и кончайским каким-то благополучием по нашим понятиям. Так что это просто, так сказать, это мои проблемы. Зачем это? На людях, тем более актеров. Нет, только положительные эмоции. Я стараюсь отрицательные где-то вставлять в себе или как-то даже из себя выгонять. Потому что это никому не нужно. Это все потом в зрачках у актера. И эту бациллу надо просто на корню. Но это, к этому подбуждает вас ваша профессия или человеческие ощущения? Наверное, конституция такая человеческая. Я перхрыба по гороскопу. Поэтому, наверное, достаточно непростой знак. Но, наверное, еще актерская профессия. Я очень привык к ощущению, что я все время на зрителей. Это же очень отражается. А, то есть и ближайшее окружение, и семья – это тоже зрители? Нет, в семье я другой, наверное, конечно. Ага. Ох, как интересно посмотреть на Янковского в семье. И иногда вдруг вот так по два часа хочется просто молчать. Молчать и где-то быть в себе. Потому что все время это тоже знак профессии. Но профессия обязывает иногда, а может быть часто к перемещениям. Вы отрываетесь от семьи, от своих близких иногда месяцами. Вы же играли, может быть, мало кто знает, вы играли во французском театре, на французском языке. Четыре месяца подряд, по шесть спектаклей в неделю, да? Да, да, там же подряд. Как вы себя ощущали, вот вне страны, вне семьи, вне друзей, говоря на другом языке? Я не могу долго. Я действительно испил ту чашу, это нужно для опыта. Но вообще я как в армии считал дни, я долго не могу находиться. Тем более, все равно аура не твоя. Я купаюсь, в общем-то, действительно, я благодарю, так сказать, судьбу за то, что, в общем-то, я уготовил такую жизнь. И достаточно долго как-то я во внимании и у кинтографистов, и у зрителей. Ну, давайте сейчас посмотрим, благодаря чему, в том числе, вы до сих пор во внимании. Фрагментик. Да, господа, я обвиняю Джонатана Свифта в оскорблении религии, политики, законов и нравственности, то есть всех основных ценностей, на которые опирается британское королевство. Я имею в виду прежде всего его пресловутые приключения Гуливера. Ваша пресловная, вы заигрались. Вы превратили свой дом в алаган. Языческие карнавальные шествия порочат ваше имя. Мама, дай мне эту книгу. Нет, нет, мой мальчик, не прикасайся к ней. Это ужасная книга, написанная ужасным человеком в ужасное время. Свифт, озорник, насмешник, мистификатор. Мне кажется, в жизни вы такой же. Да, да. Ну, я не имею права себя сравнивать ни с Мим Хаузом, ни с Свифтом. Это, так сказать, плод моей фантазии и фантазии Захарова и Григория Горина. Но вот это озорство, оно присутствует, конечно. Ближние страдают от этого? Или получают удовольствие? Нет, нет, насколько знаю. Нет, это не тягостное дело. Давайте перейдем к... В хорошем смысле озорство. Ну, понятно, да. В хорошем смысле озорство. Вы, как я знаю, доверенное лицо президента Ельцина. Это уже не озорство. Это серьезное дело. Это серьезное дело. Правда? Да. Чья это была инициатива? Ну, не моя, конечно. Это, наверное, как-то предложили, я взвесил ситуацию и, безусловно, но через какое-то очень короткое время всем нам, вам, мне придется выбирать. Очень серьезное дело, на самом деле. Нет, но я вас перебью. Вы знаете, я вас перебью, потому что у меня есть претензии, конечно, претензии к тому, что происходит. Потому что 11 претендентов на пост – это мало. Для такой махины, как Россия, этого просто мало. Это не тот размах, как мне думается. Все-таки нужно было, конечно, чтобы все партии, все объединения, группы, секты обязательно, чтобы все выдвинули. Тогда, знаете... Не знаю, не знаю. Не хочу устраивать дискуссии. Я просто вспоминаю вашу первоапрельскую передачу, когда вы с любимым разыгрались ко всю страну. Конечно, это шутка. Шутка. Я думаю, что, конечно, самое главное – это стабильность в стране. Ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Сегодня мы в положении того штангиста, который только вот выходит, поднимает вес. Если нас скачнет в какую-то сторону, это катастрофа. Я, конечно, за то, чтобы выбрать президента на второй срок, безусловно. Но в этом смысле, мне кажется, чем меньше претендентов, тем определенно не будет выбор. Это шутка была, вы знаете. Шутка. Потому что мы и так смешим 11 претендентов. Да. Таким образом, вы поддерживаете сейчас Ельцина в его избирательной кампании. Что вы делаете для этого? Ну, есть какая-то возможность выехать в города. Есть встречи творческие. И фестиваль кинотавра, он, так сказать, тоже в программе. То есть? В программе предбывательной кампании. И мы, так сказать, постараемся как-то, так сказать… Но фестиваль кинотавра – это, мне кажется, сейчас, видимо, наиболее популярный и влиятельный кинофорум в нашей стране. Да, вот 7 лет, и, в общем-то, он действительно вышел на оперативный простор. И там именно международный конкурс. И я думаю, что такого фестиваля, если есть в мире, то, ну, может быть, раз, два, три, не больше. Где есть международный курс, где есть отечественное кино, и еще плюс ко всему панорама. Ну, вот Марка Руденштейна, я спрашивал, задал вопрос, помогает ли государство фестивалю. Он мне, ну, как мне казалось, чистосердечно сказал, нет, не помогает. А имею в виду выборы, предстоящие президенту. Ну, неужели в рамках предвыборной кампании фестиваль не получает какой-то помощи? Ну, действительно, 6 лет Руденштейн доставал деньги, это были банки, первый, так сказать, фестиваль он делал на день, который он как прокачек заработал. Вот, но в том году была помощь Черномырдина, а в этом году действительно как-то помогает. И учредителями является Роскомкино, и Союз кинтографистов, и сейчас вот Оргкомитет, который возглавляет Игнатенко. Поэтому сегодня серьезно обернулись, повернулись в сторону фестиваля, и это должно быть, когда я пришел на эту позу, должность, как это сказать, не знаю. Президент фестиваля. Президент фестиваля, то я сказал, что, конечно, государственная поддержка должна быть обязательной, иначе это частное дело, и это как частный ларек может быть открыт и закрыт. Но я вам от себя и от телезрителей пожелаю успехов фестивалю, и, наверное, первый канал ОРТ будет давать материал, и, может быть, будет транслировать открытие. Я надеюсь на это. Да, я тоже надеюсь. А сейчас осталось время для телефонных звонков. Пожалуйста. Меня зовут Сережа. Олег Иванович, скажите, пожалуйста, ваш жизненный девиз очень хочется узнать. Спасибо. Спасибо, да. Все на круге своя. Вот так. Посеешь, то и пожнешь. Я в это очень верю, да. Просто емко. Следующий звонок, пожалуйста. Добрый вечер. Это Света Соколова. Слышала о каком-то вашем проекте с Сергеем Соловьевым. Если не секрет, что это за проект? Хороший проект. Первый проект был, но сделали, делают это американцы. Имеется в виду Анна Каренина. Мы просто не нашли тех денег, которые нужны. А сейчас очень интересная история. Тургенев, Виардо и Супруг. Вот этот треугольник исследовать. Очень хороший сценарий. Он напечатан в искусство кино. И вроде бы есть деньги. Может быть с осени мы начнем. А Катрин Денев, она будет участвовать в другом? Да. Вот Красный фестиваль должен, вернее, такой режиссер подъехать на сочинские фестивали, привести сценарий уже на русском языке. Есть проект. Вот сняться у такого замечательного режиссера Вернее, который снимал Индокитай. Вот сняться с такой замечательной актриской Катрин Денев. Дай вам Бог. Да. Но на французском языке. Опять на французском. Есть звонки? Алло. Добрый день. Олег Иванович, я хотела бы спросить вас. Меня зовут Оксана, я учусь у вас в ГИТИ. Не собираетесь ли заниматься преподавательской деятельностью? Мне предлагали, но я к этому очень серьезно отношусь. Это нужно все бросить, потому что, так сказать, становиться ответственным перед теми людьми. Такой возможности пока у меня временной просто нет. Спасибо, Олег Иванович. Мы заканчиваем. И после нас на канале ОРТ очень интересная программа. Сегодня один на один. Я советую зрителям посмотреть. Это будет действительно интересно. Может быть, у вас это заинтересовало тоже. Жириновский и Брынцалов. Жириновский и Брынцалов. Но еще параллельно ТЭФИ награждение. Так что я думаю, что аудитория разделится несколько. Большое спасибо вам за приход, за ответы. Всего доброго. Сегодня час пик был для вашего любимца, кумира. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»